МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша, информационная программа Республика. С главными событиями вторника вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. Смотрите в этом выпуске. Взаимовыгодное сотрудничество. Как работает белорусский МАЗ? С огнем шутки плохи. Пожароопасный сезон обсудили главы регионов в режиме видеоконференции. Мир во всем мире. В преддверии 70-летия Великой Победы в России стартовал конкурс детских рисунков. Во время делового визита в Республику Беларусь делегация Чувашия во главе с Михаилом Игнатьевым посетила Минский автомобильный завод и предприятие Белэкотехника. МАЗ – это легенда когда-то общего советского автомобилестроения. Машины с зубром на капоте можно было видеть во всех российских дорогах. Союз давно распался, а завод остался. Остался опыт, репутация, обширная номенклатура. Сейчас на МАЗе выпускаются более 500 различных моделей. В их числе большегрузная автомобильная техника, пассажирские автобусы. Все они работают как на дизельном топливе, так и на природном газе. Белорусские машины покупают все страны СНГ. Главе Чувашии показали все модельные ряды и подробно рассказали об отдельных преимуществах. Внимание Михаила Игнатьева привлекли новые автобусы. То, что появляются новые автобусы, новые модификации, экономичные – это очень здорово. Глава Миннека Владимир Аврелькин тоже не удержался и побывал в кабине МАЗа. Масштабы впечатляют. Особенно заинтересовал мусоровоз газовый, на газовом оборудовании. Почему? Потому что в республике тоже принята программа по утилизации отходов, ну, как бы, наверное, как и во всех субъектах. И достаточно большие расстояния приходится переделивать мусоровозом, да. И понятно, что все затраты, они ложатся на тариф, на население. Что вот как-то вот компенсировать, облегчить. Вот эта техника для нас, она является актуальной. Поэтому по приезду в республику мы будем разговаривать с жилищно-коммунальным хозяйством, городских администратор, для того, чтобы попытаться вот такую технику увидеть в себя на дороге. Завод развивается, переходит на современные технологии, сертифицирует продукцию по международным стандартам. Заместитель-председатель правительства России Александр Хлопонин провел селекторное совещание с регионами страны по поводу пожароопасного сезона, наступившего в лесах России. В видеоконференции принял участие глава Чуваши Михаил Игнатьев. Открывая совещание, заместитель председателя правительства уделил особое внимание сложившейся чрезвычайной ситуации в Забайкальском крае. В этом контексте важно понять, насколько обеспечены регионы спецтехникой к предстоящему пожароопасному сезону и получили ли компенсацию пострадавшие от пожаров в прошлые годы субъекты Федерации. Основной причиной пожара леса правительство считает неконтролируемое сжигание сухой травы перед новой посевной. В связи с чем от МЧС поступило предложение в полном запрете сжигания травы в регионах. Чувашская республика к пожароопасному сезону готова. Утверждены планы тушения, отработаны вопросы привлечения сил и средств МЧС и ГКЧС. В случае ЧП проложены маршруты наземного и воздушного патрулирования лесов. Составлен график проведения тактических учений. Проверена готовность более чем 100 единиц техники. В рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье в Чувашии» действует программа обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны. С одним из новоселов познакомилась и наша съемочная группа. Война застала Павла Иванова, когда тот был 17-летним парнишкой. Служил на передовой 242-й горно-стрелковой Таманской краснознаменной дивизии «Связистом». Получил медаль за отвагу и орден славы третьей степени. Под минометным огнем, несмотря на полученные многочисленные ранения, он устранил повреждения линий связи. О Великой Победе узнал, когда освобождали Чехословакию. Конечно, рады были очень. Потому что раз война кончилась, значит, не будет уже таких тяжелых времен. Обнимались, радовались. После войны работал инженером-технологом на Чебоксарском электроаппаратном заводе. Всю свою жизнь он со своей семьей ютился в небольшой двушке. Теперь же ветеранцы своей супруги уже больше года живут в новой и уютной квартире и радуются, что проблема квадратных метров решена. Замечательно, больше не может быть даже. Замечательно здесь. Мы, при том, третий этаж, так нам как раз что надо. Вода горячая есть, все есть. Лиф работает нормально. Дети, внуки и правнуки рады за родителей. Вот эта квартира значительно лучше, чем та старая. Та все-таки с колонкой, удобств было меньше, площадь была меньше и она была холодноватой. Государственная поддержка на приобретение жилья оказывается в форме денежных сертификатов на сумму около одного миллиона рублей. С 2010 года около пяти с половиной тысяч ветеранов войны улучшили свои жилищные условия. Ветеран подыскивает себе жилое помещение, то есть или строит путем строительства, или приобретает на первичном или на вторичном рынке, заключает договор с долевого, подположим, строительства и после заключения договора предоставляет сюда документы, к нам, в Минстрою, и мы проводим оплату. В первом квартале этого года единовременные выплаты на приобретение жилья получили 130 человек. Еще 60 ждут сертификатов в апреле. Татьяна Леонтьева, Николай Яковлев, Республика. Своё понимание и слово «Мир» пытаются выразить юные художники нашей необъятной Родины. В рамках партийного проекта «Детские сады детям» стартовала акция – конкурс детских рисунков, посвященных 70-летию Победы под названием «Дети России за мир». С 30 по 9 мая в интернете формируется фотогалерея детских рисунков. Маленькие граждане страны изображают, как они видят мир, дружбу, Родину. А все желающие могут зайти на сайт, познакомиться с работами и проголосовать за понравившуюся. Идея художественного соревнования родилась в Воронежской области. Ее поддержали и родители, и педагоги, и ветераны Великой Отечественной войны, которые на протяжении всего конкурсного периода будут посещать детские сады. Кстати, Чувашская республика не стала исключением и также принимают участие в конкурсе. Что касается Чувашских деток, то действительно они у нас принимают участие. И буквально уже вот в эти дни у нас стартует голосование. Поэтому очень здорово, чтобы вители Чувашек поддержали и деток Чувашской республики, и показали своим голосованием, что очень важно, чтобы в Москве в итоге были представлены и отобраны рисунки из республики Чувашия. Конечно, нам очень приятно, что сегодня этих рисунков уже около 10 тысяч. Очень важно сегодня детям рассказывать о том, что такое мир. И как тяжело добиться мира. Потому что каждый день мы занимаемся своими делами, заботами. И не думаем о том, что 70 лет назад, потому что мы отмечаем уже 50-летие победы в этом году, 70 лет назад ценой миллионов жизней, миллионов человек был достигнут в мире. География конкурса достаточно обширна. Своё художественное нет войне могут сказать не только россияне, но и дети Украины, Молдовы, всего СНГ. Все рисунки ребят будут представлены на региональных выставках. Их приурочат к праздничным мероприятиям в честь 9 мая. А работы победителей поедут в Москву. Ознакомиться с ними жители и гости столицы смогут на выставке «Дети России за мир» в мае-июне. А пока заходим на сайт детизамир.ер.ру и голосуем за работы юных земляков. В подразделениях МЧС России по Чувашии прошла общественно-патриотическая акция «Знамя Победы». В мероприятии, приуроченном к 70-летию Великой Победы, приняли участие сотрудники ведомства, фронтовики и представители регионального отделения Всероссийского добровольного пожарного общества. По-настоящему, на самом деле, вот это «Знамя Победы», это мероприятие, в первую очередь, это воспитать подрастающих поколений. Они знали, как их деды, бабушки воевали, как было тяжело. Вот это их заслуга, их труды. Просто хочется еще раз, еще раз подчеркнуть и подсказать молодежи, как было трудно. Я поэт, этим и интересен, об этом и пишу. В Чебоксарском камерном театре готовится премьера спектакля по автобиографическому произведению Маяковского «Я сам». Путь поэта – это тайна, которая становится явью в его произведениях. Владимир Маяковский известен особым стихотворным стилем, где он раскрывается как революционер и пророк нового времени. А вот лирика Маяковского не настолько популярна. Режиссер Чебоксарского камерного театра Игорь Милосердов решил показать на сцене постановку произведения Маяковского «Я сам». Этот спектакль не какие-то сенсации из жизни всем известного поэта. Это как раз, наоборот, возврат к Маяковскому как к лирику величайшему. Моя задача как режиссера и задача нашего театра – вернуть величайшего лирика, потому что поэт настолько мощный, настолько нежный, настолько ранимый, настолько сильный и искренний. И поэтому спектакль, в общем-то, называется «Разрешите представиться в Маяковске». Премьера спектакля состоится уже в среду, 15 апреля, в Камерном театре в 19 часов. Каждый год в апреле в столице Чувашии проходит международный балетный фестиваль. Какие сюрпризы для зрителей Чебоксар подготовило балетное сообщество в этом году – узнаем из нашего следующего сюжета. Долгожданные премьеры и встречи с уже знакомыми спектаклями. В этом году программа 19-го международного балетного фестиваля обещает быть яркой и насыщенной. За пять дней Чебоксарские зрители увидят бессмертное «Лебединое озеро». Балет «Дон Кихот» – главной роли в котором сыграют солисты Мариинского театра. Нас ожидает Бахчисарайский фонтан. Премьеру спектакля готовят нижегородские коллеги. А откроет фестиваль «Боядерка». Впервые за 10 лет знаменитый балет снова покажут на сцене театра. Это масштабный, крупный, живописный спектакль с большим количеством персонажей. Я думаю, что он интересен будет и не только гурману и любителю, но и любому зрителю. По уже сложившейся традиции в Чебоксары приедут гости не только из других российских городов, но и из-за рубежа – коллеги с Франции, Англии и Италии. Все они примут участие в постановках и в традиционном гала-концерте. Фестиваль – это своего рода мастер-классы. То есть ты знакомишься с другим стилем, ты знакомишься с другим почерком. Конечно, ты сам подтягиваешься и черпаешь что-то для себя бесконечно. Мы наблюдаем за нашей публикой, мы наблюдаем, как наша публика развивается, сколько наша публика стала меломанами, насколько они тонко чувствуют балетное и оперное искусство. Как отмечают специалисты, балетное искусство в Чувашии находится на достаточно высоком уровне. Для его поддержки проводятся не только такие фестивали, но и организуются различные гастроли по городам России и за рубежью. В планах театра и создание собственной балетной школы. Татьяна Леонтьева, Евгений Анисимов, Республика. Стихотворная эстафета в год литературы. В Чувашии все 365 дней посвятили творчеству Константина Иванова. Его поэму «Нарспи» будут читать все желающие в разных частях света. Нарспи и Сытнер, Ромео и Джульетта чувашской литературы. Трагическая история любви девушки против воли, выданной замуж за богатого, но нелюбимого жениха переведена на многие языки мира. Перевод поэмы «Нарспи» на языки братских народов свидетельствует о том, что это произведение близко и понятно всем читателям, независимо от национальности. В этом году каждый молодой человек, каждый взрослый должен коснуться на любом языке творчества нашего Иванова. Будь это театральное произведение, будь это сама поэма, будь это какое-нибудь стихотворение или же отрывки других трагедий. В музее имени Константина Иванова прошел литературный флешмоб. Студенты вузов республики на разных языках читали поэму «Нарспи». Мы читаем на русском, на чувашском, на татарском и на удмуртском языке. К этому мероприятию мы готовились довольно-таки долго. Мы будем показывать отрывок из поэмы Константина Иванова «Нарспи», который принимает участие студенты первого, второго и третьего курса. Наше представление, я думаю, что мы будем показывать целый год. Честование поэта будет продолжаться весь год. И почитателей творчества Константина Иванова ждет еще много литературных встреч, праздников и конкурсов. Юлия Важенина, Алена Алтухова, Сергей Рябчиков, Республика. Проект «Отличные студенты» продолжается. Половина конкурсов уже позади. По итогам прошлых серий лидирует команда Чебоксарского медицинского колледжа. Что ждет участников программы сегодня? В прошлой серии студентам было необходимо побороть свои страхи перед насекомыми. На самом же деле участникам проекта предстояло всего лишь съесть мармеладных червяков. Сегодня командам предстоит биться за победу с оружием в руках. Смотрите проект «Отличные студенты» сегодня в 20.30 на Национальном телевидении. Таким был этот вторник глазами корреспондентов программы «Республика». Я Олега Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире Национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин